Сегодня первый демо-центр на северо-западе России. Вот у многих вопрос, да, почему я здесь сегодня? Ну, по двум причинам. Во-первых, первая причина поприветствовать наших иностранных партнеров, которые привозят нам новые технологии, технологии, которые позволяют выращивать все лучшие и более качественные продукты, которые мы с вами используем дальше в пище. Но, наверное, это важный процесс, но не самый важный. Компания БАС давно рассматривает Тульскую область как перспективную площадку для производства своих соответствующих химических добавок. И я очень надеюсь, что вот подобного рода создание демонстрационного центра, который будет работать не только на Тульскую область, но и для наших соседей Орловскую, Липецкую, Рязанские области, позволит привлечь большее количество наших крестьян, наших фермеров, которые будут использовать продукции компании БАС. Я очень надеюсь, что в ближайшее время компания примет решение о локализации своего производства в городе Новомосковск. Мы площадку уже подготовили, необходимые переговоры с компанией Ерахим уже во многом проведены, поэтому осталось сделать, наверное, маленький шаг. Я полностью разделяю точку зрения губернатора. Если то, что сегодня импортируется, будет производиться здесь, это будет правильно. Так вот, если здесь еще будет завод по производству картофеля фри, завод по производству масла, большое предприятие по производству чипсов, которые в талоне конкурируют с сегодняшними западными аналогами, будет совсем замечательно. Поэтому для нас взаимодействие с компанией БАС имеет потенциально, подчеркнуто потенциально, более далекие перспективы. Прежде всего, это производство продукции компании на территории Тульской области. Одна из площадок в Новомосковске на базе предприятия Ерахим у нас подготовлена. Я знаю, что компании ведут переговоры. И, в принципе, близки к решению о начале производства, вопрос, прежде всего, конечно, в спросе. Потому что чем больше спроса, соответственно, тем больше у компании возможностей и необходимости по локализации своего производства здесь. У нас отключили горячую воду в похотельне нашей, в предучилище. А почему, знаете? Ну, не знаю. Нет? Там просто очень много и детский сад, и предучилище. У нас руководитель отделения «Газпрома» нашего областного здесь. Вы теперь считаете, что можно через жителей шантажировать власть? Это точно не получится у вас. Владимир Владимирович, я доведу до сведений Николаевича, сейчас что-то звучит. Суд предъявил иск о понуждении ООО «Теплоэнергетик» обеспечить население горячим водоснабжением, которое находится в стадии рассмотрения. Более того, сегодня этот вопрос был заслушан на оперативном совещании, материал мы заслушали. Роман Юрьевич, он сегодня внес в порядке 37-го Уголовного процессуального кодекса постановление о возбуждении уголовного дела и рассмотрении материалов в порядке 145-й в отношении руководителя этой организации. Если я вас уверяю, воды не будет, мы у кого-то посадим здесь стоящих. Здесь не только нет воды, здесь даже элементарной бани нет. Дать протокол, соответственно, Сергей Александрович подготовить предложение по включению проекта бани в Черни, в рабочем поселке, в проект народного бюджета на 2016 год. Только сделайте по-человечески, замените нормально все трубы, вентиляцию сделайте, постройте нормальную, хорошую парню, такую прям вот русскую хорошую парню, чтобы люди с удовольствием уходили. Жители собирали деньги, им деньги отдали, но воды нет. В 2014 году мы прекратили выполнение по народному бюджету, потому что это было нереально. Вовремя остановили, не потратили бюджетные деньги, деньги жителей, это действительно хорошо. Но бездарно, что называется, не потратили. А техническое решение есть или нет? Техническое решение есть. Там сегодня колодец функционирует? Нет, не функционирует. Вячеслав Александрович? Вода есть. Нет воды. Значит, Вячеслав Александрович, вместе с Татьяной Александровной, после сегодняшней встречи, мы в 19 часов закончим встречу, вот у нас есть здесь, попросим в Первый Тульский, корреспондент, я понимаю, да, съездим и заснимем. И посмотрим, кто говорит правду, а кто нет. Спасибо. 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 Спасибо.